Добрый вечер, дорогие друзья! Это главная тема, как всегда, по четвергам в студии Комсомольской правды. Мы здесь, но сегодня не в полном составе. Михаил Владимирович Леонтьев отсутствует, как всегда, по корпоративным причинам. Михаил Владимирович Юрьев напротив меня. И Илья Викторович Савельев в себе. Ну, я не могу как-то увидеть себя со стороны, поэтому я в себе. Друзья мои, 8 800 200 ровно 9702 – это телефон прямого эфира. Сегодня мы вдвоем постараемся оставить место и для вас. С удовольствием примем ваши звонки, обсудим их, ответим на вопросы. Хотя, тем достаточно сегодня. Неделя на неделю не приходится. Вот сегодня тем достаточно. И, кстати, вот про предсказания. Судя по уровню дебатов предвыборных, прошлая программа и высказывания Михаила Владимировича Леонтьева по поводу дебатов и предвыборной шумихи, они очень пророческие. И сегодня еще об одних пророчествах пойдет речь в нашей программе, поэтому обязательно слушайте всю целиком. Начнем, наверное, с главного медийного события. Это, конечно же, послание президента. Там есть очень интересные вещи, которые являются конкретными, помимо всех общих, как зачастую бывают в такого рода выступлениях. Да, жить надо лучше, жить надо веселее, пенсии должны быть выше и так далее, и так далее. Ну, вектор мы помним, Владимир Владимирович, спасибо. Но есть и конкретные вещи, о которых мы, конечно же, и поговорим. И первое, и самое главное, наверное, это оружие. Вот, Михаил Зинович, что значит такое конкретное высказывание Путина по поводу новых видов вооружения. И еще такой мостик сделаю сразу вперед насчет Третьей империи, потому что в вашей книге Третьей империи вы описывали щит, который должен быть, должен будет быть, вот правильно сказать. Ну, должен, жестко, хорошо бы был. Да, хорошо бы был, да, наверное, так, как-то, future perfect, continuum, past indefinite. Создан этот щит. Так вот, то, о чем говорил Путин, это уже щит или еще пока меч? Давайте вот начнем с оружия в послании президента. Ну, если так говорить, то это, конечно, не щит, это меч. Но это очень сильное, это очень значимое усиление меча, то есть наступательного потенциала нашего. Причем я вам хочу сказать так. Ну, смотрите, первое, сармат, который приходит на место, на место воеводы, я хотел сказать, раздваться, это ее... Это для своих? Ну, не совсем для своих, у военных, как обычно, длинный, там, код, там, непроизносимый, там, буквы, цифры. Вот. Ну, сокращенно, в правительственных документах она все это, и раздваться называлась всегда. Значит, так вот, это ожидаемо, это было известно, и, в общем, как бы, приятно, конечно, но тут я бы вот это как раз прорывом бы не назвал, хотя это очень значимо. Ну, пару слов скажите об этом. Ну, оказалось в результате, что то, что сделали, это ровно, как говорил известный персонаж литературный, вас обманули, это гораздо лучший мех, в том смысле, что она обладает, помимо всего прочего, возможности захода с разных азимутов, с, как выразился президент, что через Северный, что через Южный полюс. Почему это очень важно? Потому что любая система противоракетной обороны, против стратегических ракет, она работает только в определенном довольно узком секторе и в довольно узком направлении. Почему это так понять довольно легко? Если бы противоракета летела бы намного быстрее, чем сама ракета, то она могла бы, так сказать, в разных ситуациях ее догонять. Так же, как охотник с винтовкой, куда бы ни полетела там летающая мишень, может повернуться и выстрелить. Но дело в том, что противоракета не летит быстрее этой ракеты и не может, потому что быстрее она улетит в космос, это уже космическая скорость. Вторая причем, даже не первая. Поэтому она работает только по принципу упреждения. То есть, если баллистическая ракета летит по абсолютно предсказуемой траектории, то она может ее поймать в нужном месте. Но, естественно, если она летит с другой стороны, то туда, куда она нацелена, все, извините. Ты не знаешь, как она там полетит. Вот, в этом смысле, вот, Сармат это хорошо, но, повторяю, это очень хорошо. Ему могло бы, может быть, настудить определенные головы на западе, но я бы это все-таки не назвал уж таким сверхпрорывом. Крылатая ракета с ядерной установкой двигательной на борту, это очень круто, это очень круто. Это, пожалуй, что драматически увеличивает наш, значит, наступательная мощь. И вот особенно, конечно, важно вот это вот подводные беспилотные аппараты с ядерной боеголовкой, как бы убийцы авианосных группировок и портовых сооружений, то есть военных баз. Почему это так важно? Ну, как? Это значит, что если начнется что-то в Европе, то Америка перебросить подкрепление не сможет. Вот это принципиально важно. Только катапультой, господа американцы. Катапультой, да, ну вот если только. Вот, в этом смысле это все здорово. Значит, почему Путин, он же никогда об этом, это никогда не говорил на посланиях, вообще он совершенно не относится к тому типу руководителей, которые там увлечены военной техникой. Знаете, такие бывают там диванные милитаристы, так сказать. Ну, это да, это неожиданная военная конкретика в послании. Абсолютная конкретика. Ну, и зная, вот посмотрев назад ретроспективно на то, как реагирует Путин, довольно понятно, почему он это сделал. То есть, с очевидностью он просто знает чего-то, чего не знаем мы. И это знание продиктовало ему в экстренном порядке выступить с... Как определить этот жанр? Ну, если называть вещи своими именами, то с абсолютно неприкрытой, но аргументированной угрозой. Знает что-то, либо какую-то задуманную гадость в отношении нас, либо еще что-то, так сказать. Поэтому... Ну, да, вряд ли это предвыборный ход, потому что, ну, слушайте, друзья мои, все остальные кандидаты делают все, чтобы у Путина был наиболее высокий рисунок. Чтобы было 100%. Чтобы было 100%. Поэтому тут выборы ни при чем. Нет, выборы ни при чем, а потом, ну как, ну, его и так поддерживают, так сказать. И в этом смысле... То есть, есть категория людей, она очень небольшая в нашей стране, но тем не менее, там 10%, может быть, 15%, кто Путина сильно не любит и очень не хотел бы, чтобы он был президентом. Но это та категория публики, которая от демонстрации усилившейся военной мощи России еще сильнее возненавидит Путина, потому что совсем странный способ достучаться до них. А все остальные и так его поддерживают. Абсолютно. Вот, поэтому в данном случае, скорее всего, дело в этом, и все это можно поддерживать. Настроение хорошее после этого, так сказать. Вот я думаю, выражу общее мнение. Вот реально хорошее, как музыку слушаешь. Да, близкое к тому, когда Кры присоединили. Да, да, такого типа. Ну и потом, когда вот, завершив ответ на твой вопрос, Илья, щит это или медь? Нет, это, конечно, усиление мяча. Ну давайте не забудем, не забывать то, о чем на одной из наших передач довольно давно речь шла уже. А щит-то дорабатывается под названием С-500, само собой. И вот комбинация, если щит сделаем с вот этим мячом, ну тогда будем считать, что у нас появилась возможность доминирования. И, соответственно... Это, кстати, новое окно возможностей, в которых новая задача возникает. Вот мы теперь прикрыты и имеем козыря, козыри. Да. Что нам с этим делать? Ходить с них только, потому что никогда превосходство в вооружении не бывает длительным. Да, у нас несколько лет. Пока оно у тебя есть, нужно его использовать. Это, кстати, хороший вопрос. Есть ли понимание, как его использовать? То есть в каком направлении? Потому что мы всегда... По назначению. А, то есть не жалея пальца собственного нажимать. Нет, ну это уже частности. Это частности, конечно. Военные политики. Друзья мои, 8967-200-0907-02. Пишите, присоединяйтесь к дискуссии. Мы сейчас ненадолго прервемся. Все у нас хорошее сегодня настроение. Приятно начинать программу с... Продолжаем студию. Михаил Юрьев, Илья Савельев. И еще одно небольшое объявление, друзья мои. Мы актуальная программа. Двигаемся в ногу со временем. Поэтому для тех, кто увлекается телеграм-каналами, подключайтесь к телеграм-каналу радио «Комсомольская правда» и наблюдайте трансляцию там. Прямую трансляцию из студии. А для тех, кто любит просто веб-сайты главтемы.рф, то же самое. Прямая трансляция из студии. Смотрите и сейчас в прямом эфире, и запись программы после. Кстати, Михаил Юрьев лично отвечает на вопросы в комментариях к последней трансляции. Ну, каждый последний, соответственно. Поэтому можете общаться там, если что-то мы не обсудили. Вот, кстати, пишут нам в Viber. 8-9-6-7-200-рун-1-7-0-2. Путин сегодня говорил про отставание в научно-технической сфере как главную угрозу и враг России. А нет ли здесь противоречия? Ведь позднее Путин представил наши передовые разработки, которым нет аналогов в мире. Спрашивает нас Юстас из Viber. Да, ну, я думаю, что здесь абсолютно нет никакого противоречия. Почему? Потому что, ну, во-первых, давайте поймем, что когда президент говорит, как о главной угрозе, и честь ему хвала, что он это понимает, именно от научно-технического отставания. Ну, имеется в виду, что оно у нас, если есть, то небольшое. Мы все-таки там... Только это такой вопрос, в котором даже не сильно нельзя отстать. И при этом уровне мы, конечно, можем, сконцентрировав усилия на каком-то участке, и опередить остальных в нем, на этом участке. Но это гораздо легче, чем держать позиции по всему фронту. А мы, ну, в переносном смысле, а мы, в том числе и по сугубо гражданским вещам, а мы должны делать именно так, если хотим выжить. А почему по всему фронту? А потому что это же поисковая фундаментальная наука, прорывная, вы, как никто не знает, какое из направлений выстрелит. Вы можете сконцентрироваться на том, что вам, да и всем остальным может, кажется наиболее перспективным, а наиболее перспективный прорыв окажется совсем не там. Вот потому и надо по всему фронту, к сожалению. Ну, хорошо, что мы как бы в преддверии опасности говорим, то есть чуть-чуть заранее, и это приятно, что все-таки... Это приятно, но при этом надо понимать, что насколько высоко, и я думаю, что все без исключения, кроме ненавистников нашей страны, внутренних и внешних, радуемся вот этой части, которая связана с оружием. Будем так условно говорить. Настолько остальные части произвели впечатление... Да я не могу сказать, что оно плохое, оно нормальное, но оно, конечно, это, извините за выражение, вода. Главное нам не отстать. Главное, да, только как этого добиться? Между прочим, и это даже не вопрос, как говорит другой руководитель государства, что вы держитесь, но денег нет. Но даже если деньги есть, далеко не любую вещь можно решить за счет денег. Да, если вот поднять пенсии, это чисто вопрос денег. Если у вас есть деньги, то что бы вам не поднять пенсии, так сказать. Перечислил их на счет пенсионного фонда, написал новые эти и все. А вот если вы хотите что-то, чего еще нету, если вы хотите, допустим, там, я знаю, на Юпитер слетать, даже если у вас есть деньги, а как? Нет соответствующих возможностей. Я напоминаю вам, когда мы говорим про научно-техническое отставание или не отставание, я напоминаю вам, оно довольно неприятное. Но, к сожалению, один довольно неприятный факт, который, повторяю, неприятный, но, увы, факт. В фундаментальных естественных науках мы довольно сильно отставали все время существования даже и в СССР. Даже и в СССР. Даже когда, даже если речь идет про теоретическую физику, ядерную, физику элементарных частиц и так далее, которая подпитывалась средствами и ресурсами для атомного проекта, на которые страна не жалела, да, получалась ситуация, как только что, вот мы говорили, что в чем-то держались там 5-8 ученых было экстраклассных, а у Америки в это время таких же, не лучше, но таких же было 50 или там 30, я цифру, сильно больше, в разы больше. Это не вопрос денег, опять же, был в Советском Союзе и в Америке тогда. Это был вопрос в том числе и денег. Все-таки мы по богатству Америку никогда пока не догоняли. Конечно, еще не вечер, но пока что так. Не говоря уж о том, когда мы говорим Америку послевоенную, которая научилась деньги просто печатать из воздуха, ну, как может тот, кто зарабатывает деньги, конкурировать с тем по количеству денег, кто их из воздуха рисует? То есть, один-один зарабатывает, другой рисует. Ну, понятно. Но это и не только деньги, потому что это, вот я прекрасно помню, я сам тогда работал, в 71 или 72 году было принято постановление ЦК КПСС и Совет Министров, в котором была и открытая и закрытая часть, о форсированном развитии молекулярной биологии, как раз, так сказать, ну, она называлась там физико-химическая биология, неважно. Были выделены большие довольно ресурсы, это, ну, конечно, не такие, как на атомный проект, но в биологии такие не нужны. И тем не менее, вот что бы сейчас ни говорили биологи, мы никогда выше наша биологическая наука, выше третья разрядного уровня не поднималась. Отдельные ученые были, да, но в целом не поднималась. И это не потому, что не старались. Вот старались, но не получалось. То есть я к чему говорю? Нужны новые подходы к организации науки, во-первых. Во-вторых, вот ты говоришь, ресурсы. А вот прикинь, на Западе ученые, те, которые ведущие, очень много зарабатывают. Там дифференцированные ставки в Америке. Просто заведующие лаборатории, фундаментальные, не прикладные, то есть которые сам не генерируют даже никакой прибыли. Если это известный крутой ученый, даже не Нобелевский лауреат. Легко может получать 300, 500, 600 тысяч долларов в год. Вопрос. Ну хорошо, нашли мы деньги и дали такую же ему зарплату. Но зачем вам переезжать? Хожу, дали в два раза больше зарплаты. Так в Америке эти деньги по сравнению с другими людьми не так уж потрясают воображение. А у нас будут потрясать. Мы социально, для нас это приемлемо, неприемлемо. То есть, короче говоря, я к чему клоню? Это непростые вопросы, и они зависают. Может, у Путина или у кого-то, кто этим занимается на его администрации, есть понимание, как это сделать, но я, из-за того, что я знаю, нету этого понимания. То же самое про экономику. Хорошо, что есть осознание, что это наша главная проблема. Только как? Поэтому это все, да, правильно ты сказал, это в основном пожелание по принципу за все хорошее против всего плохого. Ну уже неплохо, по крайней мере, приоритеты расставлены правильно. Это хорошо, да. Как-то тоже немножечко успокаивает. Все-таки доверяешь ему. Думаешь, ну как-то руки, может, и туда дойдут. Так проблема в том, что пока нет оснований считать, что он понимает, как вытаскивать экономику. Или что рядом с ним есть люди, которые понимают. Пока есть понимание твердое, что рядом с ним есть многие люди, всякие кудрины грефы, которые хорошо понимают, как нашу экономику утопить, и преуспевают в этом. Ну, будем надеяться, что-то изменится, так сказать. По крайней мере, в основном количестве общественных сфер за истекшие 18 лет у нас действительно большие перемены к лучшему. Драматические, которые нельзя не видеть. Ну, здесь нет, но будем надеяться, что появится. Ну, давайте закроем тему послания. Еще пару, у нас минутка осталась. По поводу демографического прорыва, что 80 лет продолжительность жизни, что, дескать, рожать надо. Ну, насколько это реально, по-вашему? Абсолютно реально. Демографическая проблема не для нас, а для кого угодно. Это главная проблема современности. И если мы ее решим, это и будет наша цивилизационная победа над Западом, потому что Запад ее не решит, это я вам говорю с уверенностью, пока он остается самим собой. Вот, поэтому это правильно. Вопрос, как? Ну, здесь делается многое, и обещано еще делать. Это как раз такая... Друзья мои, по поводу демографической проблемы, это не к президенту, это к вам лично. Да, делайте, ну, как-то, как Святой Франциск на своем квадратном метре. Особенно пока холодно. Да, решайте ее. Особенно пока холодно. Пока новости. Мы продолжаем. Иногда я даже думаю, что надо выпускать отдельную программу. Это все, что происходит за эфиром во время рекламных пауз. Очень много интересного. Но не менее интересное, не более интересное, чем здесь в эфире. Мы продолжаем. Михаил Юрьев и Илья Савельев сейчас здесь, в студии. Кстати, вот мы говорили про экономику в послании президента, и про то, что не особо-то много есть людей, которые готовы ее поднять. Давайте поговорим немножечко про людей, которые этой экономикой, ну, или в сфере экономики являются ответственными. Например, 28 февраля состоялось заседание расширенной коллегии Федеральной налоговой службы, в рамках которой ее глава Михаил Мишустин подвел итоги работы в 2017 году. Глава ФНС гордо отметил, что за прошедший год налоговые органы обеспечили рекордные за последние пять лет темпы роста налоговых поступлений в консолидированный бюджет страны более 17,3 триллионов рублей. Это почти на 20% больше, чем годом ранее. При этом увеличение поступлений в федеральный бюджет составило целых 32%. Ну, как бы, казалось бы, что это очень позитивная новость. Михаил Зинович, прокомментируйте. Ну, понимаете, как позитивная, ну, в каком-то смысле позитивная. Да, денег в бюджете прибавилось, а деньги, которые в бюджет попали в подавляющей части, будут истрачены, естественно, на страну и народ, так сказать. Ну, малоэффективно, даже не так скажем, не очень эффективно. Что-то даже наверняка украдут, хотя сейчас уже и немного из того, что бюджет попал. Но, тем не менее, в основном будут истрачены. В этом смысле действительно хорошо. Но интересен другой аспект. Наш президент неоднократно за последнее время не то, что обещал, а просто приказывал, давал поручения относительно того, что налоговая нагрузка на экономику, на хозяйшие субъекты, я специально не использую слово бизнес, потому что это относится в равной степени и к государственным предприятиям, что она не должна увеличиваться. И это совершенно понятно, да, так сказать, экономика пока находится, в общем-то, в кризисном состоянии. Ну, если быть очень большим оптимистом, то только-только выходит из кризиса. Но в любом случае рост пока, если он вообще существует, очень маленький, все это на грани. То есть, если даже считать, что больной, что кризис болезни прошел, но это больной там еле встает. Да, слабенький совсем, только-только выздоравливает. И вот в такой ситуации поручить ему копать траншеи, как-то не очень разумно. То есть, это как аналогия высокого увеличения налоговой нагрузки. Если бы он пер вверх, так сказать, ну, можно было бы, тоже, наверное, неправильно, ну, тут можно спорить, но можно бы и пощипать немножко. Но уж не в этом состоянии. И тут вдруг мы выясняем, что рекордные темпы увеличения сбора налогов. Причем, там же специально было разделение по типам налогов. Часть, конечно, от увеличения цены нефти. Там это автоматически происходит. Там просто есть ступенька по ценам, там как меняются экспортные пошлины и так далее. Но это порядка 60%. Но порядка 40% это не нефтяные дополнительные доходы. И более того, Мишустин прямо сказал, что по налогу на прибыль, при чем тут нефтянка, по налогу на прибыль, значит, вот такой-то рост. По НДСу такой-то рост. Вот давайте зададимся таким вопросом, вот как в школе. Вот каким образом могут увеличиться налоговые поступления от экономики, если налоговая нагрузка не растет? Ну может, если вся экономика очень сильно растет, то увеличится даже при той же налоговой нагрузке и поступлении налогов. Но она не растет, у нас есть официальные цифры. Она выросла даже по самым оптимистическим прогнозам на 1%, а налоги выросли, там сбор, допустим, налог на прибыль на 23%. Как это может быть? На 18,8% налог на прибыль. Хорошо, а на 23% это НДС? Ну не важно. Ну да, я так сейчас не ориентируюсь. Короче говоря, как это может быть? Это означает, что де-факто налоговая нагрузка увеличивается. И мы знаем, как это происходит, да, так сказать. Вы можете сохранить, вы можете увеличить налоговую ставку, там было 20%, сделал 30%. А можете оставить 20%, в принципе, даже можно снизить. Но изменить порядок исчисления налогооблагаемой базы. Более того, это происходит, это делалось. Там можно так относить убытки прошлых периодов, можно всяко относить. Друзья, но какая тогда цена приказам президента? Причем никаких оснований в данном случае президента подозревать в лукавстве и лицемерии нет. Ему про все было бы этого вообще не говорить. В политическом смысле у нас бизнес не является фактором, который давит на президента. Это не Америка. Подавляющая часть, если бы он сказал, я сейчас увеличу налоги на бизнес, хотя это было бы вредно для экономики, но поверьте, что его 70% поддержки тут же превратились бы в 80%. Ну так у нас народ настроен, хорошо это или плохо. Ему проще было бы вообще этого не говорить. Никакая нужда не заставляла говорить, перед кем расшаркиваться. Значит, он в этом вполне искренен. А, так сказать, он говорит, не увеличивайте, а руководитель налогослужбы по сути, то есть Минфин, по сути своим выступлением говорит, а мы увеличиваем и молодцы, вы нас похвалите. Логичный вопрос, может быть, собираемость увеличилась? Так, собираемость, нет, ну теоретически такое может быть. Да, это было в начале 2000-х годов, но сейчас у нас никакая собираемость не может увеличиваться на 20-30%, потому что она и так уже высокая. Любой, кто сталкивается с бизнесом, вы что, знаете бизнесы, которые не платят налоги? Я знаю бизнес, которые лишние воздирают, а которые как-то не заплачь. Сейчас это все довольно четко, так сказать, отрегулировано, это невозможно. Нет, ну есть, конечно, совсем теневая часть экономики, которая вообще не платит никаких налогов, особенно в некоторых регионах, да, так сказать, но это все-таки небольшая часть. Но там как не собирали, так и не стали собирать. Как не собирали, так не собирают. За счет их не могло вырасти. Да, но помнишь, как в фильме «Джази только девушки», как съезд мафии, наша прибыль за истекший год, докладчик с трибуны, составила 140 миллионов долларов до налогов, но поскольку налогов мы не платим, то и после налогов она составила 140 миллионов. Вот так и здесь. Те и не платят, поэтому нет, такой рост, конечно, не может быть за счет увеличения собираемости. Сейчас, когда-то, мог быть, сейчас, не может быть. Ну, это был такой этюд на тему, да, скорее? Здесь вывод только один, и каждый его сделает сам. И тюд-то и тюд, но я бы сказал так, я бы сказал, что вот президент говорил о том, что один из главных угроз для нас отставания научно-технических, я с этим согласился, еще раз соглашаюсь, но из системных я считаю, что все-таки в России традиционно есть одна самая главная угроза, недостаточно сильная и недостаточно эффективно работающая государственная машина. Где-то, как в Америке, может, и без этого можно, а у нас без этого невозможно. И хотя государственность очень прилично восстановилась за последние 18 лет, и по сравнению с тем, что было в 90-х, это не день и ночь, а это вообще там пустыня Сахара и безвоздушная холод вакуума, но тем не менее, тем не менее, судя по таким вот выступлениям, как у Мишустина, все-таки надо пожестче с руководителями. И если кто-то вот таким образом относится к выполнению указов своего же прямого начальника, да еще не непосредственно, а через три ступеньки, то, ну, не как при Сталине, может, не в лагерь, но хорошо бы отправить хотя бы домой, так сказать, там, в отставку, подумать о своих действиях. — Вот, кстати, вопросы по поводу послания. Леонид из Краснодарского края в WhatsApp пишет, напомню, номер 8-9-6-7-200, ровно 9-7-0-2, а сможем ли мы реально в полтора раза увеличить ВВП и за счет чего? — В полтора раза за 8-7 лет, да, в полтора раза за 7 лет это 6% в год, ну, по сложным процентам, ну, давайте так, вот я вам скажу, это, безусловно, возможно, и побольше бывало, и бывает, но я вам хочу сказать, что я лично все-таки не хуже всех в экономике разбирающихся человек, хотя, наверное, и не лучше всех, я не вижу другого способа достичь этих цифр, кроме иных, как форсированная программа реиндустриализации и перехода к экономическому росту с мощным участием государства и с участием государственных и общественных ресурсов на это. То, о чем мы говорили давно. — Да, но это вот так вот с бухты-барахты-то не делается, действительно, это должна быть социальная какая-то программа, сначала, которая разгоняет общество, да, для этого всего. — Ты имеешь в виду подготовка, психология, да у нас не надо, вот это, это, это не тот вопрос, который общество будет возражать, и это не то, что там, если бы мы хотели, извиняюсь, как у наших, как говорит тот же президент, партнеров зарубежных, если бы мы хотели убедить публику, что надо к однополой любви переходить, то это да, публику надо было бы дольше готовить, она будет сопротивляться. А вот в этом вопросе никто особенно сопротивляться не будет, все этого хотят, ну не все, но очень многие, тем более, что речь не идет о том, чтобы частный бизнес каким-то образом отменить или что-то такое, наоборот, будет мощная программа реиндустриализации, какие-то огромные стройки, так сказать, там, импортозамещающих гигантских производств, а кто для них будет товары и услуги поставлять? — Ну вот реновация, это часть этой программы, можно сказать, московская? — Не, а реновация, это того же типа вещь, но это не сфера экономики, это социальная сфера. — А, это не сфера. — Это же не коммерческое жилье строить. — Нет. — Ну то есть это экономика, это та часть, которая деньги зарабатывает. — А, ну понятно, то есть здесь это просто социальная сфера. — Ну так же, как производство ракет, это не часть экономики, это часть оборонной политики, ну просто на уровне определений. — Ну, кстати, вот по поводу ракет, давайте эту часть нашей программы закончим интерактивом. Тоже пишут в WhatsApp, к сожалению, не знаю кто, не подписался человек. Правильно ли я понял, что ракета с ядерным двигателем, это крылатая ракета, которая может пролетать пару раз вокруг экватора, постоянно маневрируя? — Значит, да, безусловно. Тут всё, что искал или ты зачитал, на всё, что наш слушатель написал, абсолютно верно. Почему постоянно маневрируя? Ну, по простой причине, если постоянно вы не маневрируете, вам не нужен никакой ядерный двигатель. Вы разогнались как спутник, он после этого сколько угодно вам вокруг экватора летает и без всякого, так сказать, с выключим двигателем, да. Поэтому, да, насколько я понял, именно так. Речь идёт о том, что это компактная относительно ядерная установка. Все понимают, что это можно сделать, но пока этого никто не сделал. Это большой прорыв, реально технологический. И вполне возможно, что он, может быть, и для чего-то другого будет использоваться. Но если не для машин, то, по крайней мере, там, не знаю, для электровозов. В смысле, не электро, а уж ядерновозов. Да. Друзья мои, я предлагаю следующую часть нашей программы, последнюю часть часа отдать под интерактив, поэтому звоните. 8 800 200 ровно 9702. В темпе вальса ответим на ваши звонки. Присоединяйтесь. Мы продолжаем. В студии Михаил Юрьев и Илья Савельев. Напоминаю, что у нас появился новый канал коммуникации с вами, друзья. Телеграм, канал Радио Комсомольская Правда. Подключайтесь и смотрите видеотрансляцию прямую из студии. А для тех, кто предпочитает веб-сайты, главтема.рф, тоже прямая трансляция. А также там же на главтема.рф можно посмотреть записи нашей программы и в комментариях пообщаться с Михаилом Юрьевым, который туда заходит и отвечает. Ну что же, приступаем к интерактиву. Кто у нас на связи? Владимир из Москвы мне подсказывает. Добрый вечер. У меня такой вопрос. Вот осенью прошлого года вышли очередные мемуары Юрия Михайловича Лужкова. Отрывки были опубликованы в МК. Он там пишет, что ко мне пришел некий бизнесмен и попросил настоятельно поддержать Медведева на выдвижение на второй срок. Лужков говорит, что я отказался, и поэтому меня, значит, сняли с поста мэра. Вы как-то можете это проконтролировать? Да. И еще, значит, вопрос. Каковы шансы Медведева, что на пять останется премьера? Все-таки он не сильно авторитетный в народе руководитель. Все-таки вы Ванга, Михаил Зинович. Давайте я со второго начну. Я лично рассматриваю шансы Медведева на то, что... Ну, шансы на то, что Медведева президент оставит как процентов 70. То есть я допускаю, что это будет изменено. И если будет изменено, представляю, на кого. Но, тем не менее, я не вижу в этом никакой нужды. Почему? Да, Медведев не очень авторитетен. Но все исследования, в том числе достаточно серьезные, объективные, непредвзятые, показывают, что и никакой ненависти к нему народ тоже не испытывает. То есть это означает, что отдав, выкинув на копия, как говорили во времена, так сказать, Петра Первого Медведева, никаких политических плюсов президент не получит. Да они ему и не нужны при реальной 75-процентной поддержке. Но и к тому же не получит. То есть из политических соображений в этом нет никакого смысла. Из сутевого, в сутевом аспекте, то есть вот, ну, правительство, руководимое Медведевым, явным образом, ну, трудно рассчитывать на какой-то экономический прорыв при нем. Он, видимо, просто не очень знает и понимает, как это делать. Да, это так. Но тогда надо менять на кого-то, про кого есть хотя бы уверенность, пусть сложное, что вот, а он знает как. Ну, я знаю всех, кто рассматривается в качестве альтернативы Медведева, поверьте мне, что там еще меньше шансов на это. Поэтому будем говорить так, не видно зачем, а минусы очевидные от Медведева политических проблем точно нет. Просто это, ну, из опыта уже, там, 10 лет опыт это основам, неизвестно, как будет. Я думаю, что будет оставлено. Не высказываю своего мнения, нравится мне это или не нравится, но думаю, что Медведев останется примером. Что касается первого вопроса, ну, мне довольно трудно вам на него ответить, потому что, ну, а как я могу ответить? Лужков либо говорит правду, либо лукавит. Поскольку я в этот момент в кабинете не присутствовал, то как я вам могу... Вы не тот бизнесмен, который к нему был. Я, ну, от имени Медведева мы никогда не были близки, я точно. Да и у меня всегда с Лужковым были плохие отношения с 89-го года, поэтому меня к нему посылать было бы совсем глупо. Но, в принципе, мне это все кажется очень странным по следующей причине. А для чего поддерживать Медведева, это же была позиция президента, для чего посылать какого-то бизнесмена, там, встречаться под покровом тайны, так сказать, там, не нужен ли вам славянский шкаф, для чего? Лужков входит в вертикаль. Вызвал его и сообщил, что ты будешь делать то-то. Нет, пойдешь на три буквы, так сказать. Вот как это делается. Уж поверьте мне. Поэтому все это очень похоже на, как это сказать, не хочется пожилого человека обижать, ну, скажем так, на художественное преувеличение. Ну, видимо, пчелы Лужкова собирали пыльцу не с тех растений. Назовем это так. Ну, или так. Или так. Едем дальше. Кто у нас на связи? Подсказывают Георгий из Москвы. Георгий, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Георгий из Щелкова. Здравствуйте. Илья Михаил Зинович. Два вопроса, если позволите. Первый вопрос. Прокомментируйте, пожалуйста, вот новое сообщение Нафтогаза о том, что с Газпрома взимается штраф. Сразу скажу, к этому вопрос перейдем во втором части. Он у нас стоит в теме. Следующий момент. Вот как так происходит, что несмотря на политику такую, вроде бы, социальную государство, но даже в таком благополучном, достаточно благополучном регионе, как Московская область, абсолютно не соблюдаются никакие нормативы по льготным лекарствам. Ну, люди просто... Ну, ладно, я покупаю там. Ну, у меня четверо детей, я отнимаю от детей, но покупаю лекарства по необходимости. А что делать с человеком, который не может себе этого позволить? Я... Понятно. Вы знаете, это очень хороший вопрос. Я, в принципе, по своим убеждениям, тем более социальным вопросами я занимался, когда в Думе был зампред, я как раз курировал социальный комитет, то есть для меня это же не посторонняя тема. Я полностью разделяю, что лекарства по жизненно важным показаниям. Ну, то есть, короче, все лекарства, кроме как там для увеличения груди, там фигурально выражаясь, должны быть с регулируемыми ценами. Это правильно. Но дело все в том, что та конкретная форма, как у нас это делается, она не очень эффективная. И та форма, как у нас это делается, она в очень большой степени, не на 100%, но в очень большой степени происходит за счет бизнеса. И я не говорю вам правильно, это неправильно. Вообще, если вы обратили внимание, крайне редко выступаю с моральными оценками. Это просто малоэффективно, потому что ты поручаешь нечто тому, у кого интересы правопротивоположные. Я бы менял систему. Например, есть лекарства, по которым цена регулируется, и в Соединенных Штатах. Но там это все делает бюджет, который в свою очередь взаиморассчитывается со страховыми компаниями. То есть, разницу в цене просто владелец аптеки или сети аптек просто получает в казначействе чек на это. В этом случае у него нет никакой внутренней мотивации пытаться это нарушить. Может быть, как-то по-другому. То есть, это просто не очень правильно, это не вредить стоит, просто не очень правильно выстроенная система. Говорить более, какой должна быть, это очень специальная беседа, у нас на это не будет времени. Давайте еще один звонок успеем взять. У нас на связи... Алло, алло, кто... Да, как вас зовут? Пожалуйста. И выключите, пожалуйста, радиоприемник, или сбегите от него подальше. Если вы ко мне, то я уже его выключил. Отлично. Вот теперь и отлично. Как вас зовут? Добрый вечер, Андрей. Здравствуйте, Андрей. Я с вами звоню вам из Калужской области. Прекрасно. Быстренько, потому что у нас мало времени. Вот, слушаю целый день ваше радио и думаю, какой же сегодня праздник. Мне сегодня объявили, что сегодня, оказывается, сегодня это день котиков. А о том, что сегодня день реминистической службы, об этом никто почему-то не помнит. Вот думаю, вспомнит ли или не вспомнит? Это вопрос. Вы знаете, что... Ну, давайте уж тогда я вступлюсь за всех, как бы никто не напомнил. Все-таки то, что вы говорите, это и у нас в законодательстве, и это соответствует здравому смыслу, есть два разных понятия. Есть праздники, а есть профессиональные дни. И это разные вещи. Профессиональными днями является больше половины дней в году. Если каждому из них разматься как праздники, то к концу года в ЛТП попадешь, так сказать. Сначала печень посадишь, а потом в ЛТП попадешь. Поэтому, конечно, криминалистическую службу, так сказать, мы все уважаем и любим, но все-таки как бы... Здоровье важнее. Ты делал не в здоровье, но... Да, да, да. Так, ну что, может быть, что-то у нас... Потому что мы звоночек-то не успеем уже взять. Из WhatsApp или из Viber? Ну, давай я вот просто скажу. Тут уж раз нужно коротко. Вот нас пишет Михаил, тоже Михаил. Михаил Зинович, традиционно просим, прошу вас прогноз нефти и валюты. Это быстро. Я не вижу причин, по которой в ближайшие месяцы цена на нефть пошла бы вниз. Значимо. Не вижу. Я думаю, что она будет такая же. Для сильного роста тоже, ну, только если там война начнется, какая-то совсем большая, Саудовская Аравия с Ираном, ну, вроде пока не начнется. То есть, я думаю, что до конца года тенденции на нефтяном рынке будут примерно такие же, где-то под 70, между 60 и 70. Это значит, что рубль будет на рыночном уровне, его цена будет где-то вот такая, 55-55 с небольшим. Если Центробанк не будет особенно вмешиваться против шерсти, ну, вроде он сейчас и не вмешивается ни в какую сторону, то близкая к этому цена будет. Не вижу больших движений ни в какую сторону. Ну что же, настроение все лучше и лучше. Поговорим в следующем часе и про «Газпром», и про предсказания, которые мы делали не раз в своих программах, и которые начинают сбываться. И интерактив, я думаю, успеем сделать. Поэтому не переключайтесь, далеко не уходите. Сейчас новости. Мы продолжаем. Это главная тема. В студии Михаил Юрьев и Илья Савельев. Михаил Владимирович Леонтьев отсутствует по корпоративным причинам. И такое у нас бывает. Давно, кстати, этого не было. Вообще дисциплина. А его услали в Калининград. Услали. Физически нету. У нас прям не заработали. Ну, будем надеяться, что все у него там хорошо сложится. А мы, напоминаю, кстати, ведем трансляцию в телеграм-канале «Радио Комсомольская правда». Это наше нововведение. Поэтому поддержите его, чтобы оно развивалось. А для тех, кто любит веб-сайты, вот сегодня у меня уж так повелось, анонсирую главтема.рф. Давно этого не делал. Телеграм-канал – это не веб? Ну, это нет. Это вот отдельная программа. Телеграм называется «Мессенджер». Мессенджер с функцией просмотра в прямом эфире. Ну, и, кстати, подписывайтесь ВКонтакте на нас, на наши соцсети. Главтема вообще давно этого не анонсировала. А там сообщество то ого-го какое. Несколько тысяч. Даже, может быть, больше десяти человек. Поэтому там есть с кем пообщаться, если вам не хватает единомышленников в своем окружении. Там это можно сделать. И на главтема.рф. Давайте к темам. Вот нас просили поговорить про конфликт «Газпрома» и «Нафтогаза». Обязательно мы сейчас это сделаем. Их есть у нас. Их есть у нас. Ну, говоря киноязыком, давайте дам вам небольшую экспозицию. Итак, компания «Газпром» отказалась начать с 1 марта поставки газа для нужд «Нафтогаза» Украины, несмотря на то, что украинская компания внесла предоплату. Причина отказа – отсутствие одобренного обеими сторонами доп. соглашения к действующему контракту. На Украине сразу прокомментировали решение «Газпрома». В «Нафтогазе» заявили, что расценивают этот шаг как невыполнение решения самого стокгольмского арбитража и намерены требовать от российского холдинга компенсацию убытка. «Газпром» не согласился с решением стокгольмского арбитража по делу о транзите с «Нафтогазом», по которому обязан заплатить украинской компании 2,56 миллиарда долларов и будет защищать свои права. Вопрос открытый – где? – Да, вопрос открытый – где? Это действительно. А ведь на самом деле смотрите, что получается. Детальный анализ стокгольмского арбитража по этому процессу, по предыдущему процессу, который был инициирован наоборот «Газпромом», и вообще даже не только в вопросах тяжбы «Нафтогаза» с «Газпромом», а шире, мы видим, что, короче, очень большие вопросы к объективности стокгольмского арбитража. Когда-то, когда мы всего этого не знали, при Советском Союзе еще, когда для нас слова «стокгольмский арбитраж» – это было что-то такое совершенно, вот как там из той же серии, что там «эльфы», ну, что-то такое вот полусказочное. Ну, вот «стокгольмский арбитраж» – это сама объективность с заглавной буквы «О». Сейчас выясняется, что это объективности… С буквы «Г», как сказал бы Миша, да, именно с этой буквы. Вот, поэтому вопрос на самом деле такой. Я сам, как бизнесмен из газовой сферы, могу сказать, что я бы, если бы я являлся бы, моя компания являлась бы российской, или действовала бы в интересах российской компании, я бы побоялся заключать контракт, как бы выгоден он мне не был, долгосрочный на поставке. Я сейчас имею в виду там контракт просто на поставке в Европу, если бы абсолютным требованием было бы рассмотрение в «стокгольмском арбитраже». То есть подписывать контракт, где арбитражная часть решается судом, которому вы не доверяете? Да, я ему не точно не доверяю, я просто вижу, что он абсолютно предвзятый и абсолютно русофобский. Нет, конечно, как и все на Западе, если там рассматриваться будет спор двух западных хозяйствующих субъектов, то есть где политики нет ни с какой стороны, ни политики, ни идеологии, то в этом случае, конечно, он будет вполне, наверное, будет вполне объективным. По крайней мере, нет никаких оснований в этом сомневаться. Но когда одна из сторон, так сказать, это агрессивная, возглавляемая тираном Путиным Россия, а с другой стороны молодая демократия, свободолюбивая Украина, то, в общем, все понятно. Я просто считаю, что это совершенно неприемлемые риски. Вот вы прикиньте, почему сейчас присудили Газпрому заплатить Нафтогазу. Потому что принцип «бери или плати». То есть если контракт на такой-то объем, то тогда уж ты либо такой объем и прокачивай, в данном случае идет об услуге, про прокачки, либо компенсируй меньше. Ну, нормально, можно так трактовать. Я не читал сам текст контракта, может, там это и прямо написано. Но в любом случае, даже если не написано, можно так трактовать. Но только там же есть обратная сторона. А украинская сторона должна закупать газа определенное количество. Там это было написано прямо. Именно «бери или плати». Но когда мы говорим, так пусть же она нам заплатит за весь некупленный газ. А нет, это не считается. Ну, нахрен такой арбитраж, нахрен такой суд вообще нужен. Поэтому я считаю, что уходить. Уходить. Но это открытый вопрос. Это то, что мы сейчас видим, это ломает всю старую систему. То есть Стокгольмский суд превращается в какой-то рудимент международного права. Ну, я бы даже сказал, что превратился. Уже превратился. Ну, я еще раз с оговоркой. Вот в тех случаях, когда речь идет, Стокгольм и вообще Швеция, это же не нейтральная страна. Это часть западного мира. Часть Евросоюза. Ну, пусть она там в НАТО формально, но это часть, хотя и собирается вступить. Это часть западного мира. А Россия, это же архивраг части западного мира, она страшно сказать, в выборы вмешивается, так сказать, там с помощью фабрики троллей. Поэтому, как бы вот в таких вопросах, ну, это смешно. Смешно. Деньги страны, между прочим, не только свои корпоративные, а деньги страны, рисковать ими ради вот этих вот, не хочу называть их любимым Мишиным словом. Ну, а что же теперь, аргентинский суд будет решать споры хозяйствующих субъектов из России, из Европы? Про латиноамериканские суды не знаю, я никак в жизни там не был. Ну, это фигура речи. То есть, вы понимаете, что нету сейчас теперь суда? Я думаю, что в латиноамериканских, наверное, было, как у нас говорили, в 90-е, так сказать, там, ответчик занес в суд 100 тысяч, а истец 120. Суд предлагает ответчику доложить 20 и судиться по справедливости. Вот, значит, ну, да, это хороший вопрос, потому что на самом деле, вот возьмите американскую судебную систему. Американская судебная система очень приличная. Вот это, я имею опыт, очень нормальная, достаточно объективная, когда судятся две американские компании. Тогда да. Ну, или даже если там внутри Америки, там, в Техасе будет судиться, там, американская компания, там, с германской компанией, которая, там, что-то в Техасе делает, ну, это, наверное, тоже будет объективно. Нет оснований считать, что нет. Но вот когда на одной стороне будет Россия, нет, это не катит. Поэтому я считаю, что все западные, особенно, когда другая сторона, это Украина, ну, как же, так сказать, мы же агрессию против нее проводим. Наши танки стоят уже практически под Киевом. Ах, не стоят, а я думал, что стоят, так сказать. Я у меня такое, скажет судья, впечатление создал. Все на полном серьезе. Да. Поэтому я вам хочу сказать, что мне кажется, что западные суды должны быть категорически табуированы в такого рода контрактов. Но, с другой стороны, долгосрочный контракт о других в газовой сфере не бывает, не может быть без арбитражной оговорки. Где-то надо иметь возможность судиться так, чтобы обе стороны доверяли. Китай мог бы быть, но китайская судебная система, это, ну, так, дипломатически, скажем, вещь в себе, да, так сказать. Ну, я думаю, что единственный вариант – это Гонконг. Британская судебная система хорошо выстроенная, но при этом на которой Британия и Запад не может давить, потому что сейчас это суверенитет Китая. Ну, хотя бы хоть что-то, хоть один суд на планете остался. Друзья мои, сейчас мы ненадолго прервемся, после чего продолжим с новыми темами. Это главная тема в студии Михаил Юрьев и Илья Савельев. Как шутят наши слушатели, Леонтьев по корпоративным причинам отсутствует, спрашивает, что Леонтьев еще и корпоративу ведет. Нет, это все связано с Роснефтью. Это работа и профессиональная деятельность. Ну, давайте в продолжение темы вот международной, международного права, скажем так. Появилась новость, которую мы предсказывали давно и просто молили и просили, чтобы она произошла. И вот, наконец-таки, начали пробиваться сквозь асфальт эти ростки и здравого смысла. Российские власти изучают возможность расторжения Европейской конвенции по правам человека и прекращения сотрудничества с ЕСПЧ, если не будет скорректирована антироссийская линия решений суда. Ничего явно не будет. Ну, то есть, уже ультиматум выставлен, и если откатиться назад, ну, нет, вряд ли. Вот, ты знаешь, может ли ЕСПЧ скорректировать и вообще вот эти общеевропейские организации, там, связанные с правами человека, в частности, либеральные, либерально-глобалистские, могут ли они скорректировать свою русофобскую позицию? Очень напоминает мне такой не очень приличный, в общем, достаточно приличный анекдот. Как два лица нетрадиционной ориентации разговаривают друг с другом, и один говорит, а скажи, Петя, вот как ты думаешь, могут два парня просто дружить? Тут говорит, думаю, нет. Почему? А потому, Коля, что природа обязательно возьмет свое. Вот ровно это и имеет место в отношении наших, так сказать, европейских, как говорит президент, партнеров, да, так сказать. Они могут сколько угодно корректировать, они все равно, природа возьмет свое в их случае, все равно они будут русофобскими. Они все равно друг для друга останутся партнерами. Это да, друг для друга точно. Лучше бы с нами они перестали быть партнерами, нам это, в общем, ни к чему, у нас нету такого количества толерантности. Смотрите, давайте поймем следующее. Мы входим в целый ряд европейских структур и берем на себя определенные обязательства. Например, мы входим в Совет Европы, входим в АБСЕ, ну и так далее. Да, подписали эту хартию. Одним из наших обязательств является то, что мы обязаны, это не желание, это обязательство, которое мы подписали, выполнять решение ЕСПЧ. Значит, соответственно, другое обязательство, например, мы ввели мораторий и не можем использовать смертную казнь. Заметьте, я не говорю, что это неправильно, может быть, это и правильно. Я готов на эту тему спорить. И я прекрасно понимаю аргументы тех, кто против смертной казни. Но вопрос в том, что мы-то это приняли не потому, что мы, русский народ или хотя бы русская власть так решили. Нет. А потому, что европейцы так решили. Если бы это было наше решение, Христа ради, другой вопрос. А это не наше решение, это просто наше обязательство, потому что они поставили нам такое условие. Ну, что я вам точно говорю, потому что я был членом Государственной Думы тогда, когда ратифицировали эти соглашения. Вот, я хорошо это помню. Да вы и сами это все знаете. Поэтому для нас это имеет некую цену. Кстати, еще и чисто финансовая, но она небольшая в масштабах нашего государства, но все равно лишними деньги не бывают. Да. Возникает вопрос, а на другом конце что? Что мы получаем? Для чего это нам? Я не могу вам ответить на этот вопрос. Не то, что ответ я знаю, но с ним не согласен. Нет, я его просто не знаю, ответ. Я знаю, что думали тогда, когда вступали во все это. Думали, что ну как, ну вот мы сейчас вступим, будет у нас вот этот вот, используя украинскую терминологию, без виз, значит, и вообще мы будем членами, войдем в дружную семью европейскую, так сказать, и нас же любят все там, мы же демократы, да, так сказать, у нас демократия, права человек. А там, оказывается, родитель один и родитель два. Это ладно, даже если ты правильно говоришь, да, но кроме всего прочего, кроме разных ценностей, выяснилось, что даже если мы принимаем их ценности, в 90-м их принимали, никто нас не ждет, ни в какой семье народов, никуда с ней ничего не будет, какие к чертовой матери без визы, ничего не нужно, не говоря уж о том, что посмотрели, кому этот без виз нужен, для чего, так сказать, совершенно все непонятно. То есть мы не имеем ничего, так сказать, там, как в анекдоте про ковбоев, съели по ящику дерьма, так сказать, и остались при своих. Поэтому мне представляется, что в этой ситуации резко упрощается принятие решений, нам просто это все не нужно. Не потому что мы хотим кому-то отомстить, не потому что мы хотим кого-то унизить, хлопнуть дверь, нам просто это незачем. Нам это незачем. Если вам предлагают товар за деньги реальные, который вам не нужен, ну, зачем, так сказать, бесплатно еще можно было бы подумать, ну, если вы хоть что-то должны платить, зачем? Ну, тут еще есть по-чет, ситуация более радикальная. Они нас унижают еще к тому же. Да, вы платите деньги за то, что вам плюют в морду. Классно. Ну, это очень принято в либеральном мире, да, так сказать. А потом, когда ты отказываешься платить за это, тебе говорят, что какой же ты все-таки тиран. Вот. Ну, опять, нам же и с этим проще. Дело в том, что они же нам в любом случае считают, что мы тираны, и постоянно об этом говорят. Плати, не плати, так сказать, в рубашке вы ляжете спать, без рубашки, как в анекдоте, все равно у вас это. Ну, так и тут. Ну, это же в любом случае мы тираны. Ну, так тогда что, тогда и сосите сами эту гадость, как говорится, так сказать. Зачем? Нам это все ни к чему не нужно. И заметьте, что мы в своей передаче говорили об этом неоднократно. Да, прошу пометить. Да, выйти из европейской организации, в первую очередь, с харти по правам человека. Ну, как говорится, нас часто спрашивают, вот Илья знает, и пишут, и так подходят, спрашивают, сказать, а вот вас слушают ли те, кто принимает решение, оказывает ли это какое-то влияние? Мы всегда честно отвечаем, ну, откуда нам знать, кто нас слушает, кто не слушает. Ну, как-то, ну, если использовать евангельский принцип, познаете их по плодам их, то получается, что плоды появляются. По крайней мере, не так уж и редко. Давайте быстренько возьмем телефонный звонок. У нас есть Юрий из Московской области пробился к нам. Да. Эфир. Добрый вечер. Здравствуйте, Юрий. Хлестко, быстро, чтобы успеть нам до новостей. Знаете, я вот путаю. У нас баллотируется Ксения Клинтон или Хиллари Собчак. Вы не подскажете? Ну, вы знаете, я считаю, что вот зря вы Хиллари Клинтон обижаете. Она, конечно, враг нашей страны, вне всякого сомнения, да и во внутри американских делах, судя по тому, что они там по фактам не очень чистоплотным оказалась человеком. Но она все-таки реальный человек, политик, а не клоун в юбке. Но она субъект политики, да? Да, а не клоун. Ну, что тут? Ну, участие Ксении Собчак в выборах – это позор. Позор. Просто само участие. Ну, это просто... Это не значит, что я поддерживаю хамство, как в случае других участников дебатов. Я вообще считаю, что как торговки на базаре себя вести вообще никому не пристало. Но, конечно, меня коробит. Я считаю, что если демократия и выборный процесс – это обязательно участие таких, как Ксения Собчак, то лучше давайте без демократии жить. Ну, мне кажется, этот акт политический, политической воли Ксении Собчак, Ксении Анатольевны, как раз девальвирует полностью понятие демократии, потому что вот ярко иллюстрирует победу вот этого так называемого в кавычках «здравого демократического смысла». Да, это правда, да, так сказать. И вообще все это, все эти дебаты, и вот слово «акт», правда, в несколько другом смысле, действительно очень мне напоминает. Более излияние, я бы так сказал. Да, именно излияние, правильно. Вот, и Владимир Вольфович тут на днях тоже излиялся, принимал излияние от Ксении Анатольевны. Друзья мои, да, звонков нет у нас больше? Нет? Что-то, может быть, успеем зачитать из того, что нам пишут. Вот, кстати, хороший тезис тоже, к сожалению, по-моему, из Дмитрия Зеленограда. Вопрос, может нам в Международный Олимпийский комитет сократить финансирование с нашей стороны из-за подобного отношения к Олимпиаде 2018 года вот в Южной Корее? Вы Южной Корее. Да. Сама Южная Корея как раз максимально корректно себя вела. Да, да, да. Вы знаете, что? Правильно вы говорите, когда я говорю, мы говорили действительно о том, что из очень многих, не из всех, но из очень многих международных организаций надо уходить. Это не какая-то ксенофобия с нашей стороны, нет. Мы просто видим, и увидели это несколько раньше, чем это стало понятно всем окружающим, мы увидели, что послевоенная система мироустройства, в рамках которых мы и вступали в международные организации, и работали в них еще во времена СССР, самых разных, от политических до спортивных. Эта система подошла к концу. И, соответственно, в этой системе нужно уходить. И, конечно, это совсем не в последнюю очередь касается олимпийского движения и вообще спорта. Я думаю, что мы поговорим об этом в следующем, может быть, через одну передачу, специально, когда немножко схлынет эмоции на эту тему, и мы сможем более объективно поговорить на эту. Друзья, ну, интерактив мы будем пускать в собственный эфир. 8 800 200 ровно 97 02 прозванивать. В студии Михаил Юрьев и Илья Савельев. И мы будем перемешивать сейчас собственные темы и темы, которые предлагаете вы. Поэтому объявляю еще раз наши контакты. 8 800 200 ровно 97 02. Это телефон прямого эфира. И ватсап, и вайбер. 8 9 6 7 200 ровно 97 02. Вот, собственно, в вайбер прилетело хорошее сообщение. Вопрос. Михаил Зинович, здравствуйте. Прокомментируйте, пожалуйста, ваш прогноз по поводу мартовской отставки 11 губернаторов. Вероятно, это мероприятие откладывается. Да, было запланировано на февраль-март. Ну, по крайней мере, насколько мне известно. И насколько мне известно, если откладывается, то на таком уровне, как сказать, в рабочем порядке, на какие-то недели. То есть, нет, по крайней мере, я недавно там беседовал с одним человеком, и нет, ничего не откладывается. Но это же не компанейщина, это запланированные вещи. Там в каждом из, почти во всех местах определено, кто приходит на смену. Общие принципы, подходы кадровые сохраняются ровно те же, которые мы видели в осенней пересменке. То есть, это в основном молодые, ну, в расширительном смысле, относительно молодые люди, прошедшие специальный отбор и специальную подготовку через пару ступенек. Потому что, вы понимаете, когда там не первый заместитель министра федерального идет к губернаторам, это сильный скачок. И в данном случае это хорошо, так сказать. Потому что, чем дольше ты проведешь в федеральной власти, тем, как бы это поделегатнее сказать. Ну, в общем, лучше не надо. Поэтому, в данном случае нет, насколько я понимаю, все это состоится. Почему на месяц позже? Может быть, само вот это федеральное, послание федеральному собранию, оно же должно было быть раньше, оно само было перенесено. А как мы сегодня увидели, оно не рядовое. Еще раз повторяю, вся вот эта вот совершенно необычная для формата посланий, вот эта вот оружейная, давайте так скажем, часть, это была абсолютно однозначная угроза. Мы не знаем точно кому и почему сейчас, но вне всякого сомнения, кому-то конкретному и совершенно какой-то конкретной причиной, почему сейчас, а не в другое время, вот, поэтому в данном случае, наверное, с этим и связано, я не вижу, и у меня нет никаких сведений, чтобы это было отменено каким-то образом, я имею в виду новых. Единственное, что насчет 11, я про 7 слышал, 7 или 8-то, или 1, я уж сам не помню. В общем, ожидайте. Да. Да, уже выслали специальную бригаду, ожидайте. Не, ну, бригада же не везде же Дагестан, есть и спокойные места. Ну, кстати, вот по поводу Дагестана, собирали же этих прокуроров, да, следователей со всей страны. Да. Вопрос, вот все говорят, вот почему мы не боремся глобально масштабно с коррупцией. Слушайте, ну вот на один регион собрали со всей страны людей. Да, ну только, ну, Илья, ну ты понимаешь, что регион не рядовой. Да, ну это опричники, вот те же самые, о которых мы говорили. Конечно, конечно, конечно. И я думаю, что любой отобранный таким образом следователь или оперативник, которого, или прокурор, которого туда вытащили, я не думаю, что кто-то уж очень возражал, потому что люди понимают, что это, ну для них это то же самое, как для других служилых людей, то есть для военных, участие где-то в боевых действиях. Есть люди, которые не хотят участвовать в боевых действиях, но они обычно в военные не идут. Да, да, поэтому я думаю, что деятельность Дагестаном этой группки мобильной не ограничится, то есть ребята собрались уже, притерлись друг к другу. Нет, ну это, во-первых, но другое дело, что еще раз надо понимать, что уровень того, что происходит в Дагестане, он не рядовой даже по меркам Северного Кавказа. То есть это раскаленная горядача. Не то, что. Да, но ты безусловно прав. Ну, просто, ну да, конечно, так оно и есть. Давайте к нашим темам, потом возьмем звонок, наверное. Следующая тема, которую вот сегодня хотелось обсудить, это смерть в Днепропетровском СИЗО, депортированной из России активистки русской весны Марине Меншиковой, обвиняемой в нападении на участника АТО, антитеррористической операции, вызвала широкий, по мнению Украины, это АТО, вызвала широкий общественный резерв. Уже не АТО. У них как-то это подробно. Ее переименовали как-то, что она теперь уже не антитеррористическая, а уже теперь военная, поскольку Россия и агрессор. Ну, все, да, ребят. Женщина была депортирована по решению российского суда из Крыма за нарушением миграционного законодательства. То есть, нашу единомышленницу, по сути, получается, суд выдворил за пределы собственной страны, где ее, собственно, выдал. Выдал, да, ожидаемая участь. Выдал нацистам, да. Да, и эта новость вызвала, конечно, резонанс, дескать, вот как же мы своих-то не выдаем, а оказывается, нет, выдаем. Если вы помните, Миша неоднократно поднимал эту тему, не только про Украину, про Приднестровье с молдавскими судами и так далее. Я в данном случае абсолютно с ним солитаризуюсь и со всеми теми, кто возмущается, но при этом хотел бы за бедного чиновника замолвить слово. Вот суд в Крыму постановил ее депортировать. Но вы понимаете, в чем дело? Миграционное законодательство, оно очень детальное. Это там не общие фразы за все хорошее, против все плохого, оно у нас очень деталь, как и везде. И если суд судит по закону, извиняюсь за тавтологию, то он другого решения принять не мог. Просто не мог. Ты говоришь, но это же наша единомышленница. И что? То есть вот давайте зададим сами себе вопрос, то есть хотим ли мы, чтобы наши судьи решали по совести, даже если это противоречит законам? Но тогда надо понимать, что они будут решать по совести, исходя из своей политической позиции. Но хорошо, когда в вопросе, так сказать, отношения Украины к Украине, здесь весь русский народ практически единый, а уж особенно жители Крыма. Суд-то был крымский. Но в другой ситуации, кто-то из нас с вами, выпивший, окажется под судом, а судья окажется активным членом общества трезвости и впаяет ни за что по полу. Нет, уж не надо по совести, давайте лучше по закону. Так оно все-таки надежней. А по закону они не могут принять другое решение. И то же самое в не меньшей степени относятся не к судим, а к чиновникам. Что же делать? Есть два варианта. В широком смысле надо менять закон. А два варианта таких. Один вариант – это изменить закон реально, то есть в одном смысле, то есть в один из федеральных законов, составляющих корпус иммиграционного законодательства, в установленном порядке, либо у ФМС, нет, само ФМС не пользуется у нас, министерство не имеет право в законодательную инициативу, значит, у ФМС пишет в правительство докладную, правительство вносит, если оно согласно поддержит, вносит в Думу как субъект законодательной инициативы, и Дума принимает дополнение к закону. Но это один вариант. Каким может быть это дополнение? Вы знаете, это очень сильно зависит от того, как, насколько отвязно и нагло будут продолжать вести себя на международной арене наши западные вот эти вот самые партнеры, так сказать, причем в том числе партнеры, как правильно Илья сказал, в разных смыслах этого слова. Да. Значит, если совсем они будут себя вести нагло и нетерпимо, особенно в вопросах поддержки Украины, то можно и принять законодательство, что особый порядок для граждан Республики Украина, так сказать, им можно, фигурально выражаясь. Ну, я, конечно, сильно утрирую. Ну, или как-то. Это вопрос к специальным уже, к законотворческим, людям занимающим законотворческим процессам. Это один способ. Но есть и более короткий способ. Дело в том, что ведь у нас вполне присутствует в законодательстве и применяется, то есть ничего тут нет экзотического, такая вещь, как предоставление политического убежища. Конечно, мы не используем это настолько широко и массировано, как это использует Америка или Европа, но, тем не менее, у нас это есть, и мы это используем. Это не надо вводить в законодательство, потому что оно там уже присутствует. Обращаю ваше внимание, что у нас, как и везде, ну, по крайней мере, я не знаю страны, где это по-другому, хотя это часть закона, закона в прямом смысле, то есть процедуры, принятые парламентом, очень регламентированы, но вот решение данному конкретному человеку предоставить политическое убежище или нет, это всегда решает конкретно исполнительная власть и решает, скажем так, неформализованным образом. То есть если формализованным, то только на уровне своих внутренних инструкций. И в этом смысле очень легко, не меняя закон, на уровне приказов по соответствующим ведомствам принять, что любой активист российский, например, активист русского мира, это опять, это довольно легко сформулировать, который просит политическое убежище, получает его по ускоренной, автоматически и по ускоренной процедуре. Это будет, кстати, решение абсолютно в американском духе и хорошо, как это называется на дипломатическом языке, асимметричный ответ. Вот в военной области мы любим не симметричные ответы, потому что они дешевле, но здесь и симметричный, это не больно дорог, особенно с учетом того, что, как тут справедливо указывал президент, нам рабочих рук начнет не хватать, ну вот они, помимо всего прочего. Тем более, что главное, конечно, не это, главное, что это наши люди и так далее. Можно это, предоставление такого убежища, увязать с отказом от украинского гражданства, это частичный вопрос. Но что-то из этого нужно сделать обязательно, в конце концов, помимо всего прочего, это просто вопрос совести. Да. Давайте телефонный звонок возьмем. Юрий из Московской области. Владимир из Питера, да, просто много звонков. Владимир. Здравствуйте, да, я на связи. Здравствуйте, Илья, здравствуйте, Михаил Юрьевич. Владимир, да, буквально 10-15 секунд у вас, чтобы мы успели ответить, быстрее. В послании президента большие инфраструктурные проекты намечены. Михаил Юрьевич, по специальности вопрос, как решить использование компримированного и жиженного газа на нашем автостан транспорте, в том числе и на магистральных грузовиков в нашей стране. Ну, я много раз говорил, приводил американский пример, американское правительство, причем федеральное, не региональное, дает очень большие льготы и тем владельцам грузовиков, которые поменяли на газ, и тем владельцам бензоколонок, которые поставили для заправки газом. надо сделать, у нас будет стимул серьезный, будет и у нас. Мы продолжаем, и эта часть уже точно будет интерактивной, хотя есть еще одна небольшая тема у нас. Но начнем с красивой Елены из Вайбера, фотографию мы видим. Елена, приятно. Здравствуйте, Михаил Зинович. Такой вопрос, отразим ли мы и какие будут потери в случае массированного ядерного удара со стороны Соединенных Штатов Америки? Ну, если, давайте так, отразим массированно, то есть, если они ударят всей своей мощью, и если это будет происходить сегодня, то нет, конечно, не отразим. А если бы мы могли его отразить, то это была бы другая совершенно жизнь, другая история просто. Значит, ну, если более конкретно, то та часть, которая крылатыми ракетами будет наноситься, мы отразим в основном почти все. Существующие у нас С-300, С-400 перехватывают крылатые ракеты, даже низколетящие, с очень высокой эффективностью. Плюс крылатые ракеты, не забывайте, все стоящие на вооружении с ядерными боеголовками американцев сбиваются совершенно обычными, вплоть до ручных, зенитно-ракетными комплексами, шилками. То есть, это все, и поскольку не будет такого, что совершенно неожиданно ночью, все несколько дней будет подготовка, то есть, все выйдут на позиции. То есть, крылатые ракеты для нас не являются особой угрозой, но баллистические ракеты при массированном сколько-то отразим, та же С-400 может какое-то количество баллистических ракет перехватить, но, в общем, немного. Эта ситуация может измениться, и я надеюсь, что изменится тогда, когда появится С-500, она вот-вот-вот появится, уже там испытания, большая часть элементов проведены. Если она будет соответствовать тактико-техническому заданию, а птички мне напели, что даже лучше, то тогда, может, и основную часть отразим. Какие потери? Ну, если это будет сегодня, ну как, крупные мегаполисы и там 20-30-километровые пояса вокруг них превратятся в радиоактивный шлам, к сожалению, что делать? Это, как поет певица про маршрутку, это не шутки. Ну, друзья, мы вспоминаем сегодняшнее послание и ту военную конкретику. Да, да, вполне возможно, да, все не просто так. Я сразу сказал, что это явно не для того, чтобы покрасоваться. Давайте вот тему, которую все-таки мы заверстали. Это такая политика-гуманитарная тема. Мы обычно такие в конце программы как раз берем. Скандал вокруг актера Серебрякова. Ну, даже не самого актера. Ну, вокруг его слов. Слов, да. Вокруг аудиопроизведения, которые он создал. Цитировать не буду, но суть не очень патриотичная, не очень лицеприятная для нашей страны. И, ну, просто показывает его отношение к ней. И подтверждает то, что сам актер живет в Канаде. Сюда прилетает зарабатывать деньги. О чем, не скрывая, и говорит достаточно откровенно. Нет, мне, кстати, это в нем понравилась прямолинейность. Когда его спросили в каком-то интервью, а почему, так сказать, здесь, а там не снимаете? Он говорит, а кому я там нужен? То есть человек, по крайней мере, довольно адекватно свое место в окружающем мире представляет. Да. Ну, вот высказывания таких актеров и таких деятелей культуры вызывают общественный резонанс. Что вы по этому поводу думаете? Ну, что я по этому поводу думаю? Как говорил герой одного вестерна, у тебя, конечно, есть право думать и говорить про меня то, что ты считаешь нужным. Ну, у меня есть такое же право стрелять в тебя. Поэтому, что тут можно сказать? Это русофобские высказывания. Я абсолютно не считаю, что за них можно там, там, человека там сажать, бить, там, мстить. Ну, есть какие-то такие насильственные действия применять. В конце концов, он просто говорит. Говорить, как говорится, болтать, не мешки ворочать, да, так сказать, вот, с одной стороны. Но с другой стороны, я считаю, что наше право, наше как социума, все-таки, как мы догадываемся, подавляющее большинство жителей России не разделяет такое мнение о себе самих. А наше право сказать, ну, друг, да на здоровье, но мы не хотим тебя видеть одним из своих. Я считаю, что необходимо внести изменения, в том числе и в Конституцию, по крайней мере, начать обсуждение и ввести понятие лишения гражданства. Лишения даже не за какие-то особо тяжкие уголовные преступления, а просто за то, что человек демонстрирует полное презрение к своей стране, народу. Ну, так мы ему и услугу окажем тем, что лишим его гражданства. Да, причем он же не говорит конкретно про власть, он говорит именно про национальную идею, про народ. Совершенно верно. То есть не про Путина, а про национальную. Да, это надо четко разделять, то есть это не полицейский режим. Да, в конце концов от того, что мы его лишим гражданства, это же мы его не побили, так сказать, даже деньги не отняли. Да, в Америке или там в Канаде ему это только легче жить будет. Что, так сказать, строго говоря, даже не восприятие пятствует ему приезжать к нам сниматься. У нас иностранные актеры приезжают без гражданства сниматься. Либералы поднимут виск, что как же так, это либеральное завоевание, да я класть хотел на либеральное завоевание и считаю, что это будет абсолютно правильно, это будет справедливо. Ну вот, кстати, это же все в копилку тех же самых либералов, которые там этого Серебрякова поддержали. Друзья мои, а чем вот актер Серебряков отличается от тех же самых чиновников, у которых дети и деньги хранятся за границей? Ну, точно такой же. Абсолютно. То есть, зарабатывают здесь, если говорить про воровавшего чиновника, зарабатывают здесь. Считать кражу, да, заработком. Заработком, да. А тратят там. Ну, Серебряков точно так же используют как сырьевод придаток. Нет, 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 друзья, давайте следующее. Никаких возражений, сам факт, что человек решил эмигрировать, у меня не вызывает. Даже внутреннего осуждения у меня не вызывает. Ну, мало ли, не сложилось с жизнью человека. Это испокодвеку раньше бывало, там, не сложилось с жизнью, ехал в колонии. Ну, что, это нормально, так сказать. Поэтому не вижу здесь никакой проблемы. А вот когда ты при этом начинаешь еще потоками своего жидкого стула обливать то место, где ты, между прочим, еще и зарабатываешь. Я не понимаю, почему не лишить граждан. Потому что он русский в этническом смысле. Но мы же с вами не геббельсовские комиссии по расовой частоте. Какое нам дело до того, у кого какая форма черепа. Ну, русский он, ну и бог бы с ним, так сказать. По сути, никакой он не русский, а антирусский, так сказать. Вот и пусть там со своими, так сказать, даже не знаю, как это Миша не хватает. Он чеканнее это делает. Он у нас отвечает. Да, поэтому, так сказать, я не вижу здесь никаких проблем. В конце концов, в одном строю идет, вот в данном случае, Серебряков, например, вот с Алексеем Панином, известным своими выходки актерами, который тоже поддержал, говорит, не ту страну назвали Гондурасом, и какое-то дикое видео выложил в соцсеть. Но не такое дикое, как раньше, кстати. Вот, какие-то бешенства на него напали. Возможно, собака укусила. Ну, давайте... Ну, вы понимаете, да, что, на мой взгляд, мне, грубо говоря, мне не хочется это терпеть. А то, что, когда говорят, что Серебряков хороший актер, хороший, но вовсе не какой-то уникальный. Понимаете, вот когда Сталин говорил, любимая фраза у него была, незаменимых у нас нет. Я уверен, что его неправильно понимает, что он имел в виду. Он не имел в виду, что мне плевать, кого угодно, там, не ценим людей, нет. Просто если бы шла речь, извиняюсь, про Достоевского или Менделеева, они, может, и были бы незаменимы. А вот тех, которые он видел вокруг себя, даже лучших. Да, эти хорошие, но таких и еще есть достаточно. Вот в этом смысле незаменимые, может, у нас есть, но уж Серебряков, хотя и неплохой актер, но уж точно заменимый. Итак, у нас телефонный звонок, быстро, прям в телеграфном стиле. Константин из Москвы. Константин, ваш вопрос. Да, уважаемые ведущие. Здравствуйте. Я, краем уха, услышал, что мы все-таки, оказывается, должны Украине 3 миллиарда. Какой-то суд присудил. Или я не так понял. Поясните, пожалуйста. Да, вы правильно поняли. Присудил суд международный, так называемый, арбитраж в Стокгольме. Да, должны за то, что там, ну, в общем, должны. Когда Газпром подписывал контракт с Украиной, в нем стоит подпись Газпрома по том, что стороны судиться, если у них будут разногласия, будут в этом арбитраже, и примут его решение. Так что не на кого пенять на зеркало, коли рожа крива. Тут в данном случае. Да. Мы читаем ваше сообщение, и вот Дмитрий нам написал, я сейчас просто хочу ему в аудиорежиме ответить, что Дмитрий, ну, вы взрослый человек, материтесь так сильно на нас, ну, неприлично как-то, я не знаю, падаете ниже Собчак в данном случае. Ну, скорее, ниже Жириновского, там он же, наоборот, по поводу, в части, та больше по Блиеву, а он по Поливу. Ладно, друзья, мы на этом закончим. Всем хорошей недели, до свидания, до следующего четверга.